Для сотрудников завода внефтематические соревнования в пожарной части номер один стали уже хорошей традицией. В третий раз в спортивный зал огнеборцев они приходят не только поучаствовать, но и поболеть за своих коллег, узнать что-то новое из жизни части и нарядиться в боевку. А сотрудники пожарной части каждый год стараются сделать праздник особенным, привнося в него новые элементы и конкурсы. В этом году в программе соревнований появилось испытание «Задымленное помещение». На новом конкурсе мы сымитируем задымленную квартиру, скажем так, откуда надо будет достать пострадавшего человека. Ну, пострадавшего человека это громко сказано, будет мягкая игрушка. Ее надо будет найти в дыму и вынести на свежий воздух. До задымленного помещения команде необходимо было дойти в связки, собирая по ходу движения амуницию пожарного, преодолевая препятствия и помогая товарищам. Имитация действий на пожаре и работа в команде была по душе не только взрослым, но и детям. Как рассказал председатель правкома завода внефь Екатерина Харькова, эти соревнования – отличная команда, образующая практика для заводчан. Они даже, поверьте мне, на заводе никогда не встречаются, друг друга не знают. И вот только здесь приходят, и работники завода даже здесь, на таких мероприятиях, знакомятся между собой. Это же здорово, когда приходят с семьями, отдыхают вместе, веселятся, получают массу положительных эмоций. По правилам финального конкурса, в котором необходимо было найти пострадавшего в дыму, завершающий этап проходили только взрослые участники команды. В помещение капитаны попадали только с условием, что на них надет настоящий противогаз. Без него дышать в палатке нельзя. Сотрудники пожарной охраны, конечно, сделали условное задымление помещению, но там действительно ничего не видно, и без противогаза находиться, ну так себе. Более десяти испытаний противопожарной направленности подготовили сотрудники с ПЧ номер один. Облачиться в форму на время, нарисовать агитплакат, пройти пожарную эстафету и даже потушить настоящий огонь из огнетушителя. Проигравших на этом спортивном празднике не было. Каждый из четырех команд стали победителями в уникальной номинации. А что еще надо для семейного праздника? Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.